Фармакотерапия и переоперационное сопровождение пациентов с аллергическим ринитом и назофарингитом. Вот такой вопрос. Начнем сразу с вопросов, какие признаки указывают на вероятность, наявность аллергического ринита у пациентов с хронической заложенностью носа. Ну, в общем, я думаю, что большинство ответили правильно, хотя и все остальные не совсем неправы, потому что и братья, и сестры, и так далее, и так далее. Следующий вопрос. Аллергический аденойдит – это хроническое заболевание от чего? Ну, в общем-то, чем отличается А от Е, мне сложно отличить, потому что я хочу подвести к тому, что это общее воспаление всей слизистой оболочки носа, около носовых пазух и носоглотки. Поэтому, когда я сегодня задавал вопросы Григорию Лизаровичу Тиману о трубной миндалине, и, Сергей Борисович, наше мнение, чем отличается классификация Вальдеера от Пирогова, там есть трубные миндалины, но нет такой нозологической формы заболевания трубных миндалин. Просто даже клиники нет, не то что описания какого-то нет. Поэтому это процесс распространенный. Если мы будем выхватывать какой-то там левый боковой валик глотки воспаленный и так далее, надо искать, что стекает и так далее. Ну, нет такой и тела. Поэтому воспаление всех и полости носа, и носоглотки, и глоточного медалина характерно для аллергического воспаления. Аллергическое воспаление – это распространенный процесс, захватывающий всю слизистую оболочку, где есть респираторный эпителий. Респираторный эпителий покрывает носоглотку, гистахиевые трубы, околоносовые пазухи, но не покрывает глоточные миндалины. Поэтому тут были разговоры эпителий, ой, слизистая оболочка миндалин, не имеет слизистая оболочка нёбных миндалин, не имеется. Есть эпителий, которые покрывают, а вот носоглотку всю покрывает респираторный, слизистая оболочка вместе с респираторным эпителем. Где есть слизистая оболочка, есть аллергическое воспаление. Я подвожу к этому. И поэтому, ну, старые врачи помнят, была классификация, это хронический танзелит, токсико-аллергический. Первый, второй степень, никакой аллергии не может развиться в лимфоидной ткани. Там нет места и субстракта для аллергии. И поэтому, когда вы лечите танзелит и назначаете антигистаминные препараты, я не могу сказать, что вы делаете правильно, потому что аллергия здесь ни с какого боку не присутствует. И теперь вопрос, о котором мы уже говорили, что мы хотим как-то подвести под МКБ-10 и МКБ-11. Уже вывешено, мы еще следующий год будем жить в МКБ-10, а потом в МКБ-11. И там нет такого диагноза Доноидит. Термин Доноидит, я это хорошо помню, придумал мой учитель профессор Доргомерецкий в начале 90-х годов, когда у нас диссертация была и так далее. Этот термин так классно подходит ко всем этим проблемам с глоточной миндалиной. И мы долгое время им пользовались и были понятны друг другу. Но сегодня мы должны жить и шифровать истории болезни, а такого диагноза нет. Поэтому мы вынуждены. Не потому что мне не нравится хронический Доноидит. Я знаю в отделениях, где оперируют детей, вы же не пишите хронический Доноидит. Нет такого диагноза. Пишут гипертрофея глоточной миндалины. Хотя все показания, как Сергей Борисович показал, 90% это воспалительный процесс, который достаточно хорошо лечится. Но для того, чтобы как-то, мне тоже может не очень нравится хронический или острый назофарингит. В данном случае мы про Доноиды говорим как хронический. Но другого мы ничего не нашли, которое бы подходило. Поэтому хроническое воспаление следствия оболочки глоточной миндалины, которое развивается вследствие контакта с аллергенами, проявляется с затруднением носового дыхания, ринореи, зуд, храп и гнусавость. Это аллергический назофарингит. Он не бывает чисто локальный. Он не бывает без аллергического ринита или точнее риносинусита. Поэтому напомню вам, что сегодня аллергия, это называемая медвежья услуга иммунной системы. В виде негативной реакции организма на любую принципиально невредное вещество. Аллергия – это гиперреактивность иммунной системы, повышенная реактивность иммунной системы. Это нужно самому четко усвоить, рассказывать пациентам и так далее. Потому что многие считают, что это слабый иммунитет. Давайте мы его усилим и начинаем делать все, чтобы еще усугубить эту, скажем так, достаточно тяжелую проблему. И допрыгивается до бронхиальной астмы, крапивницы и всех осложняет. Аллергия в основном – это три болезни. Если вы вспомните, кто недавно еще учился, может помнить, классификация по джелу и кумпсу. Есть четыре типа ответа иммунной реакции. Первая – это пия, вторая, третья, четвертая – это реакция аутоиммунной системы, реакция отторжения органов и так далее. Вот первая занимаются врачи-аллергологи. А вторая, третья, четвертая – это все иммунологи. И вот вся аллергология – это все аллергический ренит, бронхиальная астма и крапивница. Вот все болезни, вот все люди, которые занимаются этими проблемами, терапевты, дерматологи и аллергологи, они связаны в какой-то мере с аллергией. Вот в данном случае происходит продукция антител, которые ведут себя достаточно агрессивно к потенциальному аллергену, стараясь оторвать его и так далее, и так далее. Есть назальные и неназальные симптомы. Завтра у нас будет мастер-класс по лорзоболеванию у беременных. Я там буду говорить, какие современные рекомендации, как будущему ребенку там предотвратить и так далее, и так далее. Там я более подробно остановлюсь на сегодняшних теориях, гигиенических, как лучше проводить детям время в деревне, как американцы говорят, на ранчо. У нас бабушки в деревню, заводить собаки или не заводить. Об этом я буду говорить подробнее. А сегодня мы поговорим про глоточную миндаль. Вот все, что говорил Сергей Борисович, абсолютно правильно. Только он никогда не добавлял, что это все у детей. И арочное небо, и гнусавость, и нереза, и так далее. У взрослых этого нет. У нас совершенно не описана проблема гипертрофии или воспаленного глоточного миндалина у ребенка и у взрослых. У взрослых совершенно иначе. Точно так же, как мы полдня говорили по танзелиарной проблеме. Они болеют взрослые ангинами. Какая там классификация по парадизм. Взрослый, если один раз заболел, взрослый человек ангиной – это какой-то нонсенс. Надо искать какие-то там иммунные проблемы. Поэтому совершенно должны быть другие рассуждения. Для этого нужно сделать норму. Вот Сергей Борисович правильно говорил, что у взрослых есть остатки глоточной медали. Так загляните каждому в нос, вы найдете половины остатки. Но их они не беспокоят. Мы смотрим ради того, чтобы найти какие-то другие вещи или по случаю. А приходят с проблемами единицы, у которых вот этот постназальный затек. Надо еще искать сумку Торнвальда и так далее, дифференцировать. То есть вопрос к тому, что у нас нет стандарта, как ведут себя миндалины по возрасту, как они болеют и так далее. Так вот, пошли дальше. Значит, глоточная миндалина – это перекрест зоны, дыхательная зона, где различные антигены и так далее. Вопрос на засыпку. Кто-нибудь может придумать, почему исчезает глоточная миндальна? Все миндалины остаются, а глоточная исчезает. Наука не дает даже какого-то предположения. Сегодня связывали с половой сферой. Созрелые достаточно, да? Хорошо, ну, вот вы правы. Есть такая абсолютно... Американцы, например, да и европейцы, говорят, после 20 лет малейшая проблема с миндалином – их удалять. Вообще. Заодно и храпеть не будет. Я вот последнюю неделю оперирую каждый день храпунов с сонным апноем, где я удаляю 50, 60, 30 лет миндалины, которые приводят к сонному апною. Их бы не было в детстве, удалили, к примеру. Так не было и других проблем. Но это я так отвлекся. Ну, у меня, например, теория такая, что иммунная система должна быть в перекрестии всех антигенов, которые заходят в организм. Вот родился ребенок, он делает вдох, все, что попало в нос, в конечном итоге попадает в лимфоидную ткань носоглотки. Так же. Все, что взял в рот, попадает в небный миндалин и язычный. А когда выросла здоровая голова, то в носу нет места глоточный миндалин, туда ничего не попадает. Она перестает выполнять свою функцию как антигенного органа, работающего на, знаете, свой-чужой, дифференцировкой и так далее. У меня такая теория. Как оно есть на самом деле, жизнь покажет. Так вот, это место перекресток, где задерживаются различные антигены. А теперь, как отличить? Клиническая диагностика. Назофарингита аллергических заключается в сборе анамнеза, жалобы, объективное обследование, аллерготестирование, консультация. Все, что вы считаете нужным. Ну, правы, конечно. Все правы. Но тут вопрос, если бы стоял при первичном осмотре, тогда, конечно, аллерготестирование не следует. А если же просто говорят, то все это абсолютно верно, с этого нужно начинать. Какой алгоритм? Приходит больной точно что с аллергическим ринитом, аллергическим назофарингитом. И это у взрослого ребенка. Вы с чего должны начать диагностический, лечебный алгоритм? Со сбора анамнеза. Вы спрашиваете анамнез. Кто больной в семье? Кто аллергик? Мама, бабушка, астматики есть, там атопический дерматит был. Сегодня есть даже необходимость выспрашивать, он родился путем кесарево-сечения или естественным путем. Кесарево-сечения, риск аллергии в разы возрастает, потому что не получает ребенок ту инфекционную нагрузку, у него не вырабатывается вся эта микробиота, поэтому даже кто, кто рожает путем кесарево-сечения, нужно сразу прикладывать к груди, по коже водить ребенка, чтобы он зародился от матери этими всеми микробиотами. Ну, это одно из. Поэтому анамнез обязательно. Если мама аллергик, ребенок на 60% будет тоже аллергик. Если папа аллергик, всего 10%. Ну, если и мама, и папа, то ждите готового атопика. Объективный осмотр. Да, вы предполагаете. Ну, совершенно наивно видеть, обязательно искать какие-то синие раковины или что-то такое специфическое, типа полипов у ребенка 2-3 года, это невозможно. Поэтому вы предполагаете, есть какое-то воспалительное изменение, раковины, может, какие-то бледные или синюшные, или гиперемированные. Поверьте мне, не придавайте этому никакого значения. И дальше вы подозреваете аллергический ринит. Вы должны назначить пробное лечение, которое заключается в назначении антигистаминных препаратов. Нет опических стероидов, которые входят в протоколы лечения аллергического ринита, потому что они будут убирать любое воспаление. Вот у меня сегодня сейчас доклад по аллергическому на зафарингету. После меня будет Василий Иванович, говорит про бактериальный. Есть отличия, мы это и обыгрываем. Так вот, топический стероид убирает все признаки воспаления любой этиологии. Даже травматические. Дали по носу, отек, дайте топический стероид. Но в данном случае антигистаминный препарат, он действует строго на медиаторы воспаления, раннее и позднее. И поэтому Вы дали любой антигистаминный препарат, а дальше, если получили позитивный результат, приходит мама через две недели, как ребенку стали хорошо, а потом можно попробовать бросить этот препарат, опять придет через две недели, все вернулось обратно. То есть Вы получили вот такую убежденность в необходимости дополнительного обследования. И только тогда Вы посылаете к аллергологу, который будет проводить различные аллерготестирования. Поэтому врачи разных специальностей, глядя вот на такого ребенка, у каждой будет находить какие-то свои проблемы. Педиатр – это часто болеющий ребенок. Очень сложно отличить это обострение аллергии или это очередная какая-то вирусная инфекция, которой ребенок обязательно должен страдать. Он пошел в садик, он должен выработать иммунитет, он должен заработать свои антитела, поэтому он болеет. Но это может быть аллергия? Конечно, может. Ему дома убрали подушки, убрали все, что мешает, он приходит в садик и получает там аллергию на что-то. Поэтому невролог, психическое развитие, плохо учится в школе, да, энурезы какие-то, аллерголог будет видеть аллергический ренит. Это мы с вами, как специалисты широкого профиля, будем видеть аденоидит, гипертрофию глоточного мигдалека и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что в отличие… Чем отличается лор от аллерголога? Аллерголог знает, что такое аллергия. А лор-врач может посмотреть, но не знает, что такое аллергия. И вот когда сочетание есть и знаний, и умение заглянуть, тогда мы получаем классных специалистов. Поэтому я призывал, и сегодня призываю учиться аллергологии любым врачам. И мы это успевали сделать, а последние 10 лет, где тут Шупика, они сказали, аллергологии будем обучать только врачей-терапевтов. Все. И мы… Ну дайте хоть месячные курсы по аллергологии, это всем надо. У нас сегодня 200 врачей-аллергологов на всю Украину. Они могут закрыть эту проблему? Нет. И поэтому я вас призываю всячески изучать аллергологию. Вы найдете много примеров.